Перечник, который собрали и обобщили коллеги, хотел бы остановиться на ряде вопросов, которые, как правило, по большей части беспокоят всех, нас в том числе, и мы сейчас все эти вопросы, в принципе, видим. Первое – это сроки проведения грантовых комитетов, экспертных комиссий и заключения соглашений. В соответствии с тем планом, который мы предлагаем, где мы видим тот режим, который позволит нам все проекты, прошедшие предварительную экспертизу и допущенные до грантового комитета, всем им выступить, всем им рассказать о своих проектах. В очном режиме, в живом режиме. График предлагается следующий, как был на слайде, с 31 октября по 16 ноября – это заседание тематических комиссий грантового комитета, это исходя из того объема заявок, которые у нас есть, того количества членов грантового комитета, тех мощностей, которые имеются, это оптимальное распределение. Проведение заседания грантового комитета уже с итоговым сводом – это плановая дата 17 ноября. Далее, параллельно с этим у нас идет упаковка проектов с 19 по 5 декабря. Это предельные сроки. Естественно, мы будем сразу же по мере поступления проектов на второй этап брать их в работу, чтобы вместе уже с теми компаниями, которые получили одобрение грантового комитета, мы начали формировать основной состав заявки. На это тоже нужно предусмотреть и время, и определенные трудозатраты. Далее мы после уже утверждения итогового списка и перечня, мы переходим к заключению соглашений и перечисления средств на спецсета. То есть в этом году у нас цикл бюджетного планирования годичный. Так же, как и в том году, мы в течение этого года все соглашения с грантополучателями должны заключить. Вы знаете, что для тех проектов, которые начали реализацию существенно раньше, в течение этого года, есть возможность возмещения тех затрат, которые в рамках проекта были понесены. Это по срокам и по соглашениям. Следующий типовой блок вопросов, который объединен, это изменение сроков реализации проекта и размера гранта. Мы имеем возможность перед защитой проекта на комиссии грантового комитета, участникам будет разослан опросник с целью уточнить ключевые параметры проекта. Это сумма гранта, общая стоимость проекта, сумма софинансирования, срок реализации проекта, период реализации проекта. И в случае поддержки проекта грантовым комитетом будет возможность попросить комитет одобрить внесение изменений в ключевые параметры проекта. То есть такая возможность задекларировать необходимость изменений, она предусмотрена. Есть отдельный блок вопросов по положениям конкурсной документации. Вот как раз такие частные вопросы мы бы предложили в рамках наших действующих каналов коммуникации. Это и почта, которая конкурс-разработка, и наш телеграм-чат, в котором отвечают специалисты фонда по конкурсной документации. Там на каждый вопрос мы достаточно оперативно отвечаем. Следующий блок вопросов, который есть, он относится к работе по направлению ИЦК, ЦКР, так называемых. Здесь, Максим Викторович, предложили бы все-таки в рамках отдельной какой-то коммуникации, разъяснения по данным вопросам давать. Все-таки у нас там какого-то нормативного документального сопряжения в настоящий момент нет. То есть тут сложно, наверное, сейчас коллег проинформировать по тому, как ведется деятельность на площадке правительства по ИЦК, ЦКР. И, коллеги, еще есть ряд вопросов, которые тоже все-таки, наверное, за рамками нашего мероприятия предложили бы обсуждать. Это частичная мобилизация. Есть и общественные инициативные проекты, и специальные информационные кампании от министерства, которые разъясняют все вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Да, и тоже вот вопрос, отдельный блок по статусу налоговой компании. Ключевой параметр с точки зрения сопровождения дальнейшего проекта, это ключевой параметр соглашения между грантополучателем, между фондом. Это наши обязательства как и перед министерством, так и перед проверяющими, контролирующими органами. Поэтому это тот параметр, который вам очень трезво нужно взвешивать и оценивать, в том числе в связи с неоднозначной экономической обстановкой. Продолжение следует... Пришло приглашение на вебинар, куда писать? Разработка официального... Да, запись будет, и мы договорились с коллегами, с тем, кто не сможет принять участие в вебинаре, мы по запросу направим запись вебинара на электронную почту, которая была указана в заявке. Продолжение следует... Произъяснение конкурсной документации, произъяснение порядка. Кроме того, с каждым будет отдельно, значит, выйдут коллеги на контакт для того, чтобы согласовать графики, формат комиссии и дальнейших действий. Коллеги, если есть вопросы, которые... Поэтому те вопросы, которые сейчас в чате, но их отдельно проработают и ответы все получат. Да, в той или иной форме. Поэтому там заявляйтесь на прямой эфир. Ну, несколько вопросов можно будет задать. Пока заявляйтесь, там Татьяна сейчас еще прокомментирует. Коллеги, ну, по общим вопросам, да, если не получили приглашение на этот вебинар, есть официальные каналы коммуникации, почта официальная, которая на сайте, в конкурсной документации. Обращайтесь, пишите, все обращения учтем. Мы достучаемся до каждого и каждому сообщим результаты прохождения его проекта и дальнейшие действия с проектом. Про конфликт интересов. Есть ли заинтересованность, ну, здесь вот у экспертов ИЦК. Что касается всех экспертов, которые принимают участие в оценке проектов, это все эксперты фонда. Среди них и эксперты ИЦК, и эксперты ассоциаций, и эксперты иных категорий. Они уведомления, что у них нет конфликта интересов. В случае, если такое впоследствии выявляется, то это их ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Так, что еще? Так, про коммерциализацию сказала. Будут ли грантополучатели принимать участие на Грантовом комитете 1? Обязательно. Согласно актуальной редакции конкурсной документации, заседание Грантового комитета 1 проводится в режиме публичной презентации проекта. Мы дадим возможность каждому презентовать свой проект. Будет небольшое количество времени отведено на это, потому что проектов очень много. Но каждый сможет выступить перед соответствующей комиссией Грантового комитета, получить вопросы экспертов и по итогу получить резюме этого участия. Где увидеть график проведения Грантовых комитетов в календарный план? График пока обозначен как рамочный. Конкретный график, как сказал Максим Викторович, будет чуть позже, потому что идет согласование участия тех или иных членов Грантового комитета и экспертов в отдельных тематических заседаниях. Безусловно, не позднее, чем понедельник мы этот график обнародуем и на сайте Airfreed, и свяжемся с компаниями, доведем до них, когда им готовится. Будет ли доступна презентация? Далее, по отнесению тех или иных проектов к тем или иным комиссиям вопрос индивидуальный. Мы учитываем мнение заявителя, куда они относят сами свой проект. Очевидно, что 22 комиссии и 32 не вместят все аспекты отраслевого спектра нашей экономики, поэтому принимается решение либо по отраслевой принадлежности, либо по тому или иному классу ПО. Но мы здесь вас слышим, и наша задача, чтобы каждый грантополучатель потенциальный мог в наиболее адекватных условиях презентовать свой проект. По тематике задать вопрос по не согласным с отнесением предварительным, это можно скорректировать. Коллеги, я вижу в чате вопросы, связанные с процедурой проведения самой комиссии. Поэтому сейчас график проведения комиссии Грантового комитета уточняется, исходя из балансировки всех графиков. Коллеги, о вас известят с каждого, в том числе по регламенту проведения, сколько времени на выступление, какая презентация и так далее. Это вопросы важные, но такие организационно-технические. Я думаю, что фонд проведет отдельное мероприятие в рамках подготовки к грантам комиссии, чтобы они прошли все организованно, емко и содержательно. Продолжение следует... Добрый день. Максим Викторович, спасибо вам за время. Меня зовут Вадим Вайнер, я являюсь генеральным директором компании АСУ, автоизоляционной системы управления. Мы являемся разработчиком автоизоляционной системы управления, управления строительством. У меня вопрос касается все-таки индустриальных центров. Я бы хотел отметить некоторые моменты. Хотел бы, чтобы по возможности у вас удалось уделить особое внимание этому вопросу. Соответственно, был задан уже коллегами вопрос о том, как будет решаться конфликт интересов. Было заявлено о том, что сознательно подписали бумаги о том, что такого допущено не будет. Хотя мы знаем, что по нашему направлению индустриальный центр компетенции возглавляет человек, который является заинтересованным лицом. Он имеет свои продукты в данном направлении. И, соответственно, это может повлиять на принятие решений. Это один момент. А второй момент в рамках индустриального центра компетенций состав сформирован таким образом, что по направлению строительства, например, ключевыми участниками, то есть я знаю примерный состав участников ИЦК, и мы знаем, что туда входят в сумму компании девелоперы. При этом девелоперы – это инвестиционные компании, которые инвестиционный бизнес, они не являются строителями. И поэтому компании в основном отбирают решения, связанные с коммерциализацией, то есть продажей квартир, смарт-дома, удобства жителей. И при этом они не ведут процесс строительства. Соответственно, возникает такая коллизия, которая наверняка неизбежно может привести к разночтению. И, соответственно, в связи с этим хотелось бы, чтобы поуделили внимание этому вопросу и вопрос, как, насколько сильно будут влиять ИЦК на принятие конечного решения грантовым комитетом. Спасибо. Спасибо. Уделим вопрос. Мы считаем, что ИЦК должны влиять исключительно положительно, потому что ВЦК – заказчики. В индустриальном центре компетенции нет разработчиков. Если в ЦКР по системному ПО есть и заказчики, и разработчики, там такой состав сбалансирования, то у ВЦК только заказчики. Была определенная дискуссия, правильно ли это. Мы считаем, что это правильно, и практика показала, что действительно путь, который… Единственное, по которому можно пойти, если мы все-таки отбираем продукты, действительно востребованные на рынке. Поэтому ответы – да и да. То есть там будут и заказчики ИЦК, и будет исключен конфликт интересов. Но, опять же, ваши проекты не оцениваются ИЦК. Наверное, это очевидно, просто повторюсь. Это параллельный процесс, но который нельзя просто разорвать. Просто в пул экспертов со всеми ограничениями, идеями и прочим включены представители от ИЦК, от заказчиков. Они, да, будут оценивать ваш продукт, вас как разработчика. Соответственно, при этом, если конфликт интересов будет, то его нужно будет как бы избежать путем выведения эксперта из экспертного пулу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Я могу выйти в эфир? Здравствуйте. Гагарина Луиза Хайдаровна, президент фонда «Соратники». Прежде чем податься к вам на конкурсы, я посмотрела количество, пользователей и количество участников, но мы не коммерческая организация. У меня благодарность. Благодарность всем, кто был занят в моей заявке. Мы сейчас ее переделываем, но я правда, я не видела такого трепетного отношения ни в одной организации. Я много лет подаюсь в фонд президентских грантов, и вот этого вот участия и понимания важности я не видела. Честно. Спасибо вам огромное. То есть мозг встал на место. Сразу видно IT-технологии. И мы сами уже получили ответ от Госдумы, от Хейнштейна. То есть, да, действительно, насколько верно был подправлен вот этот вектор. Правда, спасибо огромное. Спасибо вам. Такое высказывание, как бы, но все равно оно важно для нас. Спасибо. Конечно. Коллеги, пока готовятся выйти в эфир, напомню, что у нас есть горячая линия 134-40-13, где можно позвонить и узнать статус заявки, потому что есть вопросы, мы подали статус, еще не знаем, хотели бы уточнить. Пожалуйста, звоните. Да. Плюс 7-495-134-40-13. Горячая линия и чат-бот в официальном телеграм-канале Рефрита, который также дает информацию о том, какой статус заявки в данный момент. Давайте. Алло, меня слышно? Да, да, слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Коллеги, нас слушаем вас. День добрый. Если меня слышно, то я бы хотел два вопроса. Первый, комментарий по поводу ЦК. Можно? Да, там, конечно, в основном заказчикам, что у самих заказчиков нет. Представьтесь, пожалуйста, представьтесь и включите камеру. Камеру включите. А, секунду, камеру. Сейчас включу, секундочку. Секундочку. Так, сейчас видно? Не получилось. Ну, давайте тогда так. А, вот теперь видно, да, пожалуйста. Константин Анатольев, Снимаш. У меня первый вопрос про ЦК. Да, там в основном, конечно, заказчики, но дело в том, что там же есть крупные корпорации, внутри которых есть собственная разработка. И вот с этой ситуацией по конфликту интересов, так пока что ясности и нету, потому что, ну, понятно, что можно, конечно, заказывать, например, там, ПЛМ-систему или систему моделирования, эмитационного моделирования кому-то на стороне. Да, можно, связь прорвалась, к сожалению, но я отвечу. Значит, как я понял, в общем, подаются у нас заказчики на грант по ЦК, если, да, на внедрение, то разработчик должен быть с ним не аффилирован. То есть его дочерняя или связанная с ним структура, входящая в группу компании, аффилированная, не сможет, этот проект не сможет быть поддержан. Это жесткое условие, оно соблюдается в 100% случаев. Вот, и, значит, я бы попросил коллеги ЦК и ЦКР сейчас, ну, такие вопросы не задавать. Давайте мы, если это требуется, а я вижу, что требуется, какое-то отдельное мероприятие запланируем. Сейчас обсуждаем процедуру рассмотрения заявок, поданных по треку разработки в Айршрит. Все эксперты ЦК, не ЦК, институтов развития являются экспертами фонда. Все, исходим из этого. В рамках действующей конкурсной документации, которая была опубликована в апреле этого года. Пожалуйста, вопросы по заявкам. Коллеги, можно слово? Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Галкин Александр, заместитель генерального директора компании «Цифровые дороги». Мы являемся вендором, мы разрабатываем программное обеспечение и решения для построения цифровых двойников. И сейчас мы сфокусированы в работе на объектах дорожной инфраструктуры и дорожной отрасли в целом. Направление для государства, как мы видим, на сегодняшний день очень важное. Это подтверждается стратегией цифровой трансформации от Минтранса. Это подтверждается различными отзывами от наших потенциальных клиентов, письмами о востребованности технологий, которые мы делаем именно в дорожной отрасли. Но при подаче заявки мы столкнулись с ситуацией, когда в перечне и ЦК, и ЦКР мы не нашли направления по именно там автотранспорту. Понятно, что мы подали заявку и нашли наиболее близкие для своего технологического стека, да, там и ЦК, но и мы понимаем, что наши технологии там применимы, но там в каком-то непосредственном будущем, не прямо сейчас. И вопрос, соответственно, вот такой. Будет ли или не будет являться препятствием то, что текущее направление нашего продукта на данный момент не совсем точно соответствует тем и ЦК, который мы выбрали, так как дорожной отрасли в направлениях не было, да, и мы не имели возможности вот прям профильно податься. И если в этом моменте есть какие-то там технические проблемы или технические сложности для прохождения заявки дальше, что вы порекомендуете предпринять нам, как производителю там импортозамещающего и стратегически важного решения по оцифровке. Спасибо. Заявку вы подали в Airfreed, я правильно вас слушал? Да, заявку разводили, и мы ожидаем сейчас грантового комитета, то есть мы приглашаем. Заявка на разработку. Засмотрите, обсудите с коллегами те комиссии, которые вам кажутся наиболее, или та комиссия, которая вам кажется наиболее релевантной, исходя из предмета, сути вашей заявки. Препятствия, препятствия не видно. Вторая – это подтверждение коммерциализации. Она будет не в тех сферах, по которым и ЦК в нашей текущей заявке отмечена. Ну, посмотрите, коммерциализация к сферам не привязана никаким образом, просто коммерциализация этого продукта, уж кто его купит, из какой сферы, это, в общем, решает заказчик, исходя из того, что из себя представляет ваш продукт. Если у вас все-таки продукт, связанный со строительством, то это строительство, потому что на железнодорожный транспорт – это другое, например. Поэтому, скорее всего, это строительство. Но, опять же, это нужно смотреть предметно. Спасибо. Пожалуйста, давайте, коллеги, есть предложение. Два-три вопроса еще, и такой очный формат. К сожалению, мы не можем себе позволить бесконечное время. Да, пожалуйста. Да, добрый день. Тарас Минякин, коммерческий директор компании «Адиворд». Вопрос у меня такой коротенький-маленький по поводу выручки, 50%, которую вы сказали. Соответственно, здесь выручка учитывается только с территории Российской Федерации или учитывается еще страны СНГ, соответственно, Европа? У нас учитывается любое поступление на счета организации в рамках реализации данного доработанного продукта, доработанного решения, которое внесено в реестр. То есть откуда вы его получите? То есть мы будем смотреть, если у вас там клиенты сегмента B2C, значит, эти будем проводки смотреть. Если это клиенты сегмента B2B, то такие проводки. То есть источник платежа, он не ограничен. Все, я понял. Спасибо. Вопрос очень. Для нас ключевое удостовериться в том объеме, который задекларирован в нашем соглашении между фондом и грантополучателем. Это жесткое условие. Да, спасибо. Спасибо. Ну, здесь вопрос возник, да, там еще буквально пару минут из-за того, что наша компания, она работает не только на территории, соответственно, России, еще масштабировались на, соответственно, Европу. Все, спасибо, вопросов нет. Ну, мы считаем это прекрасно, потому что эксперт для нас является одним из основных показателей качества востребованности продукта, то есть не только на нашем рынке, но еще где-то. Прекрасно. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги, надеюсь, меня слышно. Меня зовут Рюхин Максим, я исполнительный директор автопосистемной технологии, и мы производим автоматизированные системы при сменах предрейсовых осмотров для транспортной отрасли и для других особо опасных предприятий нашей необъятной родины, горнобогатитник, комбинат и так далее. И в рамках автоматизированной системы используется программно-аппаратный комплекс. Естественно, большинство, большая сумма – это оборудование, разработанное в том числе нашей компанией, и частично это ПО. Здесь мы проходим по грантовому комитету, как люди, которые модернизируют наше программное обеспечение для того, чтобы перевести его с винды на кроссовтовских продуктов, из койл-сервера на отечественные ПО и на отечественные платформы. Так вот, вопрос по грантам и по выручке 50% от суммы гранта. Будет ли учитываться только стоимость программного обеспечения, даже в случае поставки в составе программно-аппаратных комплексов, так как цена не выделяется? Мы должны будем учитывать только программное обеспечение за лицензию. Да, коллеги, у вас там на фоне кто-то еще разговаривал, задавал вопрос. Вот смотрите, ключевое для фонда при проверке – это чтобы средства поступали именно за тот модуль, то решение, тот продукт, который вы разработали или доработали. Вот это четко отслеживается. Отвечает на ваш вопрос? То вопрос оборудования, за оборудованием будет что-то или не будет? Если оборудование стоит 100 рублей, а программа для обеспечения стоит 20 рублей, мы за 120 сможем получить 50% или только за 20? Коллеги, да, отдельно с коллегами тогда отработать, потому что там ПО в составе паков, разработка паков – это все такие вопросы, которые требуют такого детального рассмотрения, ладно? То есть на слух сложно, действительно. Спасибо. Пока готовятся, давайте я на пару общих вопросов отвечу. Был вопрос про независимую экспертизу на четвертом этапе, что это такое, когда такой большой пол экспертов уже оценил проекты на ранних этапах. На последнем этапе есть финальная выходная экспертиза, которую проводит независимая экспертная организация. Она проверяет в целом, финально, весь комплект документов, его соответствие требованиям КД, требованиям нормативных правовых актов. В глубину, в техническую часть проекта она уже глубоко не смотрит. Она смотрит в целом на соответствие комплекта документов. Много вопросов по процедуре публичной защиты, сколько времени, можно ли дистанционно. Я предлагаю отдельно провести, то есть как только мы обнародуем график, будем отдельно связываться, отдельно определим форматы, опубликуем. Ну, очевидно, что режим ВКС будет предусмотрен, потому что мы в век цифровизации работаем, и можно будет удаленно принимать участие. По времени это будет небольшой объем времени, предоставлен на защиту, там до 5-7 минут, и примерно столько же на ответы на вопросы. Пожалуйста, коллеги, еще пару вопросов, и будем завершать. Да, добрый день, спасибо, компания «ФРОЛ». Лариса Павликова, небольшой вопрос. Если в момент подачи заявки на грант на ШПО находилась в стадии разработки, сейчас мы уже готовы подаваться на регистрацию. Каким образом это может повлиять на получение гранта? Вы можете участвовать своим продуктом как с продуктом, уже стоящим в реестре, так еще пока и в реестре не включенном, потому что идет разработка. Если он стоит в реестре, то увеличивается, развивается функциональность. Просто с момента подачи заявки, да, и вот уже прошло несколько месяцев, и мы, конечно, движемся и находимся не в той стадии, в какой подавались. И если сейчас, выходя на комитет, да, получится, что мы уже получили регистрацию, то это повлияет на сумму гранта, да, повлияет там еще на что-то. Да, коллеги, с точки зрения сейчас работы грантового комитета, да, тут на ваше усмотрение, да, как задекларировать, это в любом случае будет обязательным условием включения в реестр разработанного, доработанного модуля, будет ли он там в процессе включен, или уже там на старте, да, и потом будет осуществляться его доработка. Но с точки зрения отсчета коммерциализации, да, там вы, ну, сами определите, с момента завершения проекта или с момента включения в реестр. Спасибо. То есть сейчас к работе грантового комитета это не имеет отношения. Так, коллеги, давайте еще завершающий вопрос. Добрый день, компания Тимидея, Химонин Юрий. Не знаю, слышно или нет. Да, слышно, добрый день. Пожалуйста. Вопрос, да, вопрос снова про коммерциализацию. Коммерциализация может идти благодаря рецензионным поступлениям за счет этого продукта, за счет того, что этот продукт внедряется, соответственно, за услуги, которые были оказаны благодаря внедрению этого продукта. Ну и сопровождение. Скажите, какие из этих трех статей будут считаться за коммерциализацию? Спасибо. Так, коллеги, мы по коммерциализации, с учетом, что это важные ключевые параметры, запланируем просто отдельный вебинар и там отдельно расскажем про все эти параметры, как мы будем это зачитывать, чтобы вы понимали, что контроль за этим строгий. Тут ключевой вопрос, не знаю, слышно меня, нет. Внедряем, когда мы берем, например, 100 миллионов за лицензии и еще 100 миллионов за внедрение продукта, считается это как за 200 или это все-таки 100 на таком простом кейсе? Конечно, коллеги, предлагаю на этом завершать. Я благодарю всех, кто принял участие. Прошу сразу извинить, если на какие-то вопросы мы не смогли ответить. Мы и фонд это постараемся сделать отдельно. То есть мы, во-первых, все вопросы, которые сейчас в чате проанализируют коллеги, соответственно, классифицируют и ответят. Либо там отдельный вебинар проведут, если на это набирается вопрос, например, по коммерциализации, либо индивидуально поработают. Поэтому, коллеги, еще раз, тогда всем желаю успеха и удачи. Да, конкуренция высокая, но да, работа организована. Просьба всем качественно готовиться к экспертным комиссиям, готовить выступления для того, чтобы действительно емко, но четко донести смысл, идею и быть готовым отвечать на все самые, может быть, даже неожиданные вопросы. Лучшие проекты в этом году будут поддержаны. Кроме того, как я уже говорил, есть ряд других возможностей, достаточно много, поддержки продуктов, не впрямую за счет грантового финансирования, а через другие инструменты. Все это у нас уже запущено, можно прямо сейчас пользоваться, вне связи того, подавали заявку в Airfreed или не подавали заявку. Значит, соответственно, все программы запущены, работают, поэтому мы всегда готовы к общению в любых форматах. Еще раз, коллеги, спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо.